Монахов ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК МЕНИА�가cka ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНОК ЭНИАПАВАННЫЙ ЗВОНОК То же я скажу... Пишите дату, это поможет самым способом восстановить историю. Я только по этой дате знаю, что я начал заниматься на устровом транслятором. Взрыв, свидетельствам. Давайте тогда повторим то, что вы пока еще не знаете, но мы все равно будем разговаривать. И это значит, если снимемся или повторяем, значит это заново. Субтитры делал DimaTorzok 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 Письмо Дева Нагрии. Пишем. Что слышно, то и говорится. Что слышится, то и говорится. письмо слаковое или консонантное. Письмо слаковое или консонантное. Пишутся согласные. Гласные обозначаются сверху или над. Один знак, слог. Один знак, слог. Без значков это равно согласное плюс а краткое. Письмо давнагренно восходит к письму Братни. К письму был такой буддийский церк Ашока. Он писал Эдикты на камнях. Там напишут Эдикты. Прошло его письмо, а тогда пошло давнагри. Ашока. Известный буддийский законотворец. Сюда восходит письмо. Древнейший запись на Дэнагре. Это где-то 7-8 век нашей эры. Письмо относительно Мамадуэ. Оно имеет разновидности. Например, буддисты для медитации, для мантры используют разновидность, которая называется Ранджана. Дэнагра это не единственное письмо. Но ввиду того, что Хиньи все-таки это несколько сотен, миллионов носителей, по-моему, 500, то получается это письмо, оно вольно-невольно, оно как бы сделает. Извините, древнейшая запись на Брахме относится к 7-8 веку? Нет, именно Дэнагре. А Брахме это, грубо говоря, начало нашей эры. Скажем так, оно вполне закономерно возводится к тому. А вот откуда этот Брахме? На самом деле, это, возможно, вполне себе и семитское письмо. То есть, если взять арабскую версию перевернуть новорот, то получается Дэнагрой, только ногами перевернутой. Если присмотреться так. То есть, корни загадочные, но не исключено, что семитские. Итак, изучение письма в традиционных занятиях начинается с согласных. Согласные делятся на несколько групп. Первая группа согласных, это так называемая спарша. Она записывается следующим образом. Сейчас вы прекрасно придумаете, как вам удобнее сидеть. Вам было удобно видеть, что я пишу. Или же я буду писать знаки к вам поворачиваться. Итак, здесь есть одна муква, которая танцузская сидеть получается. Спарша. Её можно записывать так. В современных изданиях её пишут как С с окутом. Сверху спарша. Можно двумя способами записывать. Первый, это то, как записывает Илья Ларенького. Считается устаревшим на Западе. В России всё по старинке неизбеждаемо. Первый ряд, это первая варка. То есть каждый ряд это варка. Мы будем их проходить по этим варкам. Итак, первый это заднеязычный. То есть это подраздел спарша. То есть это подраздел спарша. Международная транслитерация последние сто лет представлена. Академической транслитерации на кириллической основе общепринятой нет. Есть то, чем пользуются калишнаиты. У меня несколько товарищей, а каждый из них придуман своё. А есть академическая, где-то с 60-х годов, но ей никто не пользуется. То есть на самом деле из кириллической всё обстоит плохо. Поэтому пользуются в академических изданиях стандартным способом передачи. То есть ещё 200 лет тому назад, скажем, для того, чтобы передать какой-нибудь церебральный, например, могли записать это в курсиве. То есть идёт текст, и отдельные какие-то буквы у нас курсивом читаются отвратительно. То есть не сразу люди, я думаю, из-за того, чтобы это... Таким мы можем записать, но наиболее удобный способ. Значит, КА. То есть, КА пишут сначала латиницей. КА. А потом, значит, Письмо Девенагре устроено таким способом, что его знаки прекрасно вписываются в ячейки. Значит, для удобства мы можем сначала сверху вниз пишем основу. Ну, собственно, длиной в ячейку. Значит, потом второй шаг. Это, значит, мы на эту серединку добавляем и смотрим. Видите? То есть такая петля у нас такая. Раз. Вот так. И полон. Только немножко внизу он ещё выходит. Хвостик немножко внизу. Отлично. Значит, и ещё раз. И закроем, значит, тем, что условно мы назовём палубной линией. То есть у всех знаков Девенагре сверху идёт вот такая сплошная линия. Велевая веровка. Значит, вы только не пытайтесь всё объединённо. Вы лучше пишите как бы о развитии этого знака, да? В смысле сейчас пусть будет, но нет необходимости теснить здесь. Не у всех письменностей, которые развивались на основе Брагмы, есть такая закрывающая палубная линия, например. Если вы идёте в Пенжан, то, значит, вы видите, что бывает и без закрывающих сверху линий. Это уже не Девенагре. Второй, это значит у нас Кха. Кха, Кха, Кха. Итак, значит, снотру на меня. Не на меня, но в общем, сюда. Получается некая... Некая... Тоган, Доган... В общем, начало у нас безобидное, потом добавляем вертикальное линию, ну и после. Петля. Размеры, наверное, как бы так же копикапные. То есть, начало получается у нас. И по размеру, получается, на конце концов, всё равно вписывается в эту ячейку. То есть, что левая часть, что правая, они должны вместиться. И закрываем слева направо. И палубе падения надо всем. Это у нас Кха. С этими графонами просто, что они не имеют разновидностей. Есть другие, которые имеют разные варианты. Эти, слава Богу, их не умеют. Значит, Га. Третья. 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 Значит, у нас небольшой хобот, который шлисает. Вот такая петля. Получается. Она занимает меньше половины. Или примерно половины. Чуть меньше половины. Высотой. И рядом опять же. Вертикальная. Вертикальные столицы. Вертикальные столицы. Которые есть основы всего и семьи. Вертикальные столицы. Значит, ещё раз. Путик. И закрываем это газет и сверху крышу. Есть. Это Га. Дальше. Какие-нибудь. Га. Четвертый. Да. Значит. Вот такая трубочка, которая занимает две трети от высоты. Отведём, наверное. И снова, значит, наша вертикальная линия. И закрываем всё сверху. У нас в носоводе бывают самые разные. Вот этот носовой. Он. Значит, первый ряд. Каварга. Носовой первого. Значит, первый варга это Нга. То есть. Нга. 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 Значит. Его можно записать разным способом. В частности. Получается. Макроном над буквой Н. То есть. Вот эта черточка. Это Макрон. Она используется. Получается. В итоге. Гласно. И. В этом. Н. Значит. Нга. Н. 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 Это. У нас были. Заднеязычные. Потом. Второй подраздел. Это. Палатальные. Субтитры сделал DimaTorzok